Узнавайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа в нашем блоке «Время новостей». Прямо сейчас! Вы смотрите программу «Время новостей» в студии Евгения Коломийцы. Сначала коротко о событиях. Концерт в акварели в торгово-развлекательном центре поздравили женщин с 8 марта. Месяц классической музыки в округе стартовал фестиваль музыкального искусства. Вам, любимые, с таким названием, 8 марта прошла акция в Пушкино, приуроченная к празднованию Международного женского дня. На контроле у Ирины Слуцкой депутат Московской областной думы проверила ход строительства пристройки Кашукинской школе. С праздником весны милые женщины в ДК «Сириус» отметили 8 марта. Спортивный турнир в лесных полянах. В субботу прошел турнир по шинкью, кушинка и карате. Собрались, сделали, оформили. Жители микрорайон Новая Пушкина сами сделали себе тротуар. 7 марта при поддержке пушкинских депутатов организовали праздничный концерт в торгово-развлекательном центре «Акварель». Гостями праздника стали жительницы округа, блокадницы, матери и вдовы общественной организации ветеранов «Боевое братство», представительницы Совета ветеранов и общественной организации «Виктория». Для них выступали местные творческие коллективы. Просторная площадка в ТРЦ «Акварель» позволила провести праздник на должном уровне. Для руководителей торгового центра важно, чтобы жители нашего округа могли отдыхать и с пользой проводить здесь время. Обычно торговые центры делают стандартные мероприятия, которые все-таки направлены на маркетинг. Нам важно поддерживать любые социальные инициативы. Мы хотим стать центром притяжения для местных жителей и хотим делать что-то полезное и приятное для жителей города. К организации праздника подключились и депутаты Окружного совета депутатов. Это Ольга Сибирцева, Андрей Ломов, Алексей Волков, Эдуард Перебековский. Посетители центра ждал не только концерт, но и были организованы мастер-классы по изготовлению пряников и уроки макияжа. В завершении праздничного концерта всем женщинам вручили цветы и памятные подарки от торгового центра «Акварель». Хочу поздравить наших прекрасных дам с этим прекрасным весенним праздником. Хочу пожелать огромное ему здоровья, улыбок, счастья, радости. Самое главное – улыбок, чтобы дарили нашим мужчинам. В пятницу в Пушкино стартовал 13-й фестиваль музыкального искусства. На протяжении месяца у жителей Пушкинского округа есть возможность насладиться классической музыкой. Всех ждет потрясающая программа, ансамбли, сольные номера и даже мюзикл. Как прошло открытие фестиваля, смотрите в нашем сюжете. Дом культуры Пушкина в 13-й раз встретил фестиваль музыкального искусства. Открытие состоялось накануне Международного женского дня, так что концерт стал замечательным музыкальным подарком. В программе первого дня был заявлен квартет имени Алябьева, у которого в этом году юбилей – 25 лет творческого пути. Программа всех дней фестиваля рассчитана до конца марта. В нее включены не только музыкальные коллективы, но и мюзикл, который представит музыкальный колледж имени Прокофьева. В основном всю программу я составляла самостоятельно, приглашая тех артистов, которых я уже знала. Я сама музыкант, классический музыкант, я скрипачка. Это мои коллеги, мои товарищи. В день открытия звучит со сцены музыка Чайковского, и это неспроста. В этом году наша страна отмечает 180-й юбилей великого русского композитора. Его бессмертные музыкальные творения пользуются высоким признанием во всем мире. Чайковский оставил богатое наследие, которое заканчивается не только на знаменитом балете «Щелкунчик». Академическая музыка продолжает собирать концертные залы, несмотря на сегодняшний мир, с его быстрым темпом и огромным количеством информации. Этот фестиваль создавался именно для того, чтобы в нашем округе у многих была возможность доступна и просто получить частичку прекрасного, послушать классическую музыку. Надо постоянно к этому людей приводить. Если некуда пойти, да, вот, пожалуйста, вот концерты прекрасной музыки, хорошие артисты, талантливые музыканты и молодые, и опытные приехали для вас. На концерты вход в свободный. Команда Дома культуры при поддержке администрации округа создали такой замечательный музыкальный праздник для наших жителей. А ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте Дома культуры Пушкина. Так что порадуйте себя и своих близких. Приятной встречей с прекрасным. Христина Кристинина, Степан Кузин. Пушкинское телевидение. 8 марта общественная организация «Творческие многодетные семьи Пушкинского округа» провела акцию «Вам любимой». Началась она с мастер-класса в санатории Пушкина. Его участникам предлагалось сделать своими руками сладкую розочку. Получившуюся поделку каждый забирал себе на память. После мастер-класса акция продолжилась у торгового центра «Круиз». Женщинам дарили тюльпаны. Также в рамках акции было организовано мамино-такси. Поездки по городу для женщин и семей с детьми были абсолютно бесплатными. Всего было задействовано три машины. Счастья вам, здоровья. Спасибо большое. Чтобы у вас все было хорошо. Спасибо вам огромное. Уже в феврале 2021 года все ошукинские школьники будут учиться в первую смену. Строящаяся пристройка на особом контроле администрации округа и у депутатов Мособолдумы. С рабочим визитом в поселение приехала Ирина Слуцкая. Как движется работа, расскажет Ольга Алексеенкова. В последние годы все больше москвичей переезжают жить в Пушкинский округ. Также в поселение выдаются земли для многодетных семей. Все это способствует динамичному развитию поселка. Но пока в Ашукинской школе детям приходится учиться в две смены. Для динамично развивающегося поселения требуется и большая современная школа, и оборудованные по последним технологиям классы. По современным нормативам окна большие, хорошие. Сейчас можем даже показать. Спортивное ядро. Спортивное ядро. Да, строится здесь вообще это бомба, потому что здесь площадь огромная школа. И полностью она будет себя благоустраиваться. Финансирование данного проекта идет из бюджета Московской области и Пушкинского округа. Площадь пристройки составляет 7,5 тысяч квадратных метров. Рассчитано на 350 мест с современными классами и большим актовым залом. Здесь будет и кабинет социального педагога, психолога, медицинская зона, кабинет для врача, изолятор, прививочная. Сколько классов будет? Считали? Конечно. Посчитали 27 учебных кабинетов, 4 кабинета иностранного языка, 2 кабинета информатики, остальные специализированные кабинеты. Кабинеты естественно научного цикла, физика, химия, биология. Сейчас на объекте работает около 50 человек. Выполняются монолитные работы. Смонтированы металлические формы кровли. По предварительным данным, до конца апреля планируется завершить монолитные конструкции. Надеюсь, что здесь не будет никаких у нас сюрпризов. Ну, работаем в графике. Мы просили все рабочие моменты, как бы, с ним в рабочем порядке. Никаких таких проблем, которые могли бы нас сдвинуть, на сегодняшний день нет. Сплюньте? Да. Вы знаете, как часто бывает. У нас проблем нет, правда, у нас все хорошо, а через несколько месяцев не получилось. Работы по объекту ведутся параллельно. Это позволяет ускорить этапы строительства. Уже приступили к кладке наружных стен и внутренних перегородок. Далее будут проводить монтаж окон. В этом году и погода благоволит для проведения строительных работ. У подрядной организации есть все шансы сдать объект в положенный срок. Ольга Алексеенкова, Антон Орловский, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение. По поручению главы округа депутаты окружного совета депутатов, накануне праздника 8 марта побывали в гостях у женщин-ветеранов. Им передали от имени губернатора поздравления с Международным женским днем. Депутаты навестили женщин Вашукина, Пушкина, Мамонтовки и Тарасовки. В общей сложности 45 ветеранов получили цветы и открытки. Депутат Михаил Ждан навестил бабушку в поселке Лесной. Позвольте Вас поздравить с настоящим весенним праздником, наступающим 8 марта. В этот же день ДК «Сириус» проходил отчетный концерт вокального коллектива «Мозаика». Программа называлась «Праздником весны, милые женщины». Со сцены ребята исполняли песни, посвященные любимым мамам, бабушкам и сестрам. Сегодня увидели, что коллектив «Останов» состоит из девчонок. И приняли решение со своим коллегой по фракции Тимуром Апарином подарить им два микрофона. Ну и, конечно, в преддверии праздника 8 марта хотелось бы пожелать всем женщинам крепкого здоровья, чтобы их любили мужчины. Около 250 участников приняли участие в ежегодном межрегиональном турнире «Пашин Кио Кушин Кай Карате» на кубах спортивного клуба «Хидза». Участники из Москвы и Московской области, а также из Калининграда и Республики Дагестан приехали 7 марта в наш округ, чтобы побороться за звание лучших в этом виде спорта. Подробности в сюжете. Шин Кио Кушин Кай считается одним из сильнейших видов карате. Это динамичный и активно-наступательный стиль. Как правило, его характеризует арсенал наиболее эффективных приемов. Зрелищность тут не главное. Отличается Шин Кио Кушин Кай силой, простотой и эффективностью. 7 марта в Доме культуры «Современник» прошел ежегодный межрегиональный турнир «Пашин Кио Кушин Кай Карате» на кубах спортивного клуба «Хидза». Организовывают его уже четвертый раз. На протяжении всего дня около 250 участников показывали свои навыки в этом виде спорта. Девочки и мальчики в возрасте от 6 до 13 лет приехали на турнир в основном из Москвы и Московской области. Также были участники из Калининграда и Республики Дагестан. Ребята очень хорошо настроены. Увидели детишки, конечно, призы хорошие. Все такие заряженные, все как бы настроены были прямо на победу. В целом жюри хорошие, оценивали справедливые судьи. Турнир в целом хорошо проходит. От спортивного клуба «Хидза», который базируется в Доме культуры «Современник», в турнире приняли участие 65 человек. Среди ребят есть и победители, в их числе одна из самых молодых спортсменок Алиса Жучкова. Мне очень понравились соревнования. Потому что я заняла первое место первый раз на соревнованиях. Это прям первая твоя награда? Да. Ну и как, ощущения? Нравится? Да. Очень, да, горд, очень доволен результатом ребенка. Будем расти дальше стараться. А почему отдали ее в этот спорт? Ее решение было или ваше? Она старшую сестру посмотрела и захотела быть как она. Многие спортивные клубы, чьи воспитанники приехали на турнир, участвуют в нем уже не первый год, как, например, Ямакаси из Москвы. Я привозил сегодня пять участников, как никогда мало, но, как говорится, качеством взяли. В этот раз все пятеро у меня оказались в призах, что для меня было впервые. Заняли три первых места и одно второе, одно третье. Хочу объявить благодарность организаторам турнира. Очень на высоком уровне проводят этот турнир. Уже, наверное, четвертый год подряд приезжаем сюда. Организация на высоком уровне. Что призы, что судейство в плане пунктуальности, никогда вопросов не возникает. Турнир был поделен на два этапа. В первом соревновались спортсмены в возрасте от 6 до 9 лет, а во втором – от 10 до 13. И в каждом проходило свое награждение. Всего было подготовлено 47 комплектов наград. Кроме кубков и медалей, ребята получали еще и подарки. Также была и отдельная награда за волю к победе. На самом деле получилось не так тяжело, как нам предполагалось. Наш руководитель спортивного клуба Ислам Пашаевич организовал всех своих старших подопечных. Они нам помогали. И наша вся творческая группа. Мы все старались помочь, чем смогли. Для меня, как для женщины, конечно, трепетно и волнительно, чтобы не было травм в данной ситуации. Но, слава богу, все хорошо проходит. И впечатления, конечно, очень такие приятные. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение. 7 марта сборная Пушкинского округа по мини-футболу провела один из самых важных для себя матчей в сезоне. В 17-м туре чемпионата Московской области наши ребята играли из команды «Видное развитие». Игра проходила на выезде. Соперники ФК Пушкина занимают первую строчку первенства. Поэтому наша команда настраивалась на настоящий бой. Так и вышло. Матч завершился крупной ничьей 6-6. По итогам тура ФК Пушкина остался на втором месте, а лидирует по-прежнему «Видное». Следующий матч с участием сборной пройдет уже в эту субботу. Оригинальным, а главное нужным подарком для прекрасной половины жителей Пушкина и Новая Пушкина стал самодельный тротуар. Мужчины скинулись на материалы и с помощью деревянных досок сделали дорожку из одного микрорайона в другой на месте, где всем было удобно ходить. Теперь там можно даже проехать коляскам. О проделанной работе авторы рассказали в сообществе жителей микрорайона Новая Пушкина. Итак, торжественное открытие нашей новой походной дорожки. Все для людей, видите, Шура, она золотая. Все для людей. Так. Ура! Вы это сделали. Все. Все молодцы, всем спасибо. На этом у меня все. С вами была Евгения Коломильца. Увидимся в итоговом выпуске. До встречи. Узнавайте самую свежую информацию о жизни города Пушкина и Пушкинского района в нашем блоке «Время новостей». Прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Егорь Негода» Корректор А.Кулакова Продолжение следует...